В Брестском областном родильном доме знают цену жизни и цену крови. Только в этом году для переливания здесь использовали 160 литров. Поэтому безвозмездное донорство для его сотрудников – дело привычное. Для многих это опыт новый, но вполне осознанный. Надеюсь, что моя кровь кому-то пригодится, кого-то спасет. И таким образом я принесу пользу. Ну и ощущение очень приятное, скажем так, после кровосдачи. Поэтому вот второй раз пришла. Вообще второй раз в жизни. В прошлый раз попробовала, понравилось, снова пришла. Это мы же помогаем людям. Но это, конечно, важно. Как уже было сказано, что, конечно, мы кому-то спасем, поможем. Это ваша сознанная? Да. Есть среди медиков областного родильного дома и такие, для кого донорство стало частью жизни. И дело не только в клятве Гиппократа, а в понимании важности такого поступка. А сдаю я уже 30 лет. Как начало с училища, так и вот по сей день сдаю. Ну, важно, да, важно. Да, не первый раз было, а три раза на прямом переливании. Ну и считаю, что это обязательно нужно. В наше время очень нужно. Перед сдачей крови обязательная регистрация данных, первичный осмотр состояния здоровья и экспресс-анализ. Сотрудники областной станции переливания крови своих коллег знают хорошо. Врачи и медсестры роддома становятся донорами несколько раз в год. В перинатальном центре дорожат каждой каплей крови. Слава Богу, что у нас есть люди, которые ее сдают, из которых готовятся компоненты. И пациентам мы вовремя оказываем помощь. И в прямом даже смысле эта капелька крови может спасти жизнь человеку. Если брать новорожденных, там вообще миллилитры переливаются кровью. Но это для них очень важно, для их здоровья, для их состояния. Для особо тяжелых и экстренных случаев в Брестском роддоме есть запас плазмы всех четырех групп и двух резусов. В специальном холодильнике трансфузионного кабинета хранятся и необходимые компоненты крови. Оказать помощь здесь смогут всегда. Если брать 9 месяцев текущего года, слава Богу, у нас количество перелитой крови, компонентов крови, немножко уменьшилось, где-то на 25-30%. Это очень хорошо. Ряд компонентов крови делаются такие, которые раньше закупались за валюту. Это тот же альбумин, криопрецепитаты. Сейчас начали делать фибриновый клей, который будут использовать хирурги во время операции, где есть какая-то кровоточивость. Она и в акушерстве, здесь вот мы находимся в роддоме, и в акушерстве эти технологии используются. Это уже наш продукт. По статистике, каждый третий больной, поступающий на лечение в стационар, нуждается в применении препаратов крови. Особенно они нужны людям с тяжелыми травмами и заболеваниями крови, ожогами, онкологическим пациентам. Компоненты крови заменить чем-то другим нельзя. Аналогов нет. И единственный источник – это донор. Количество безвозмездного донорства в Республике Беларусь увеличилось в 8 раз с 2013 года. Это говорит о том, что общество, люди поворачиваются к этой проблеме, понимают эту проблему. И действительно мы видим позитивный результат. Потерю 490 мл крови, а именно столько составляет единовременный забор, донор не почувствует. Для больного же это мера здоровья, а зачастую и мера жизни. Ирина Ольшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК-ТВ.